Я хотел бы рассказать одну интересную идею, связанную с ономотопией в Торе. Я думаю, большинство слышали, что наши еврейские месяцы, к которым мы привыкли сегодня, Нисан, Тишрей, все эти названия пришли из Бавилонии. Когда-то евреи так эти месяцы не называли. Только в последних книгах Танаха упоминаются эти имена, к которым мы так привыкли сегодня, месяцы еврейского календаря. И так говорит русский Талмуд, и так согласны ученые, что мы взяли эти названия из языков, которые тогда были в Бавилоне. Акадский, например. Но были, похоже, и названия месяцев в ранние библейские времена тоже. Просто не все из них до нас дошли. Но один из месяцев, который мы знаем, как назывался, он упоминается в книге Млахим в контексте строения храма, то есть примерно 3000 лет назад. Называется восьмой месяц, тот, который мы сегодня называем Архешван. Он называется Буль. Так вот, у меня появилась идея, что это тип ономотопии. Ономотопия — это когда слышится, как произносится. То есть как значение слова. То есть когда значение слова можно отгадать как бы по его звучанию. Часы тикают, да, лягушки квакают. Это редкость довольно-таки. Но вот в Танахе, в словах Азалия я нашел несколько примеров ономотопии. Некоторые известные и очевидные, некоторые не так очевидные. Вот, скажем, говорится про одну из некошерных птиц, Рахам. В Торе на иврите по-арамински его перевод «ширакрак». Такое ощущение, что она как-то каркает. Крак-рак так вот произносит. И так и говорят на самом деле Азалия. Вот, в другом месте говорится про собаки, которые гавкают от слова «хав», «дай», «дай», как будто они говорят все время «хав», «хав», «давай», «давай». Так вот говорится в Зухаре в том числе. Но само выражение «хав», «хав» взято из Танаха. В книге Мишлей говорится про, там, правда, про алука. Алука — это пиявка. Пиявка говорит все время «давай», «давай», «хав», «хав». А потом другой пример анамотопии — это чихание. На иврите это библейское слово. Как кашляли во время Торы, мы не знаем, как называли слово «кашлять». Сегодня слово «шиуля», оно взято из арабского. Но как чихали люди, мы знаем, потому что в Библии оно упоминается один раз. И это слово звучит немножко как чихание. Митатэш. Чик. Общик. Кстати, «свистеть» упоминается тоже в Танахе. «С река». И это тоже похоже, как будто это свист. Сам свист самим словом намекается. Так вот, мне кажется, что и месяц «буль» — это тоже было, как вот по-русски тоже «булькать». И, может быть, «бабл» на английском тоже. Это все похожие слова. И, видимо, по звучанию, когда эти пузыри лопаются, это «буль-буль». Так вот, месяц «буль» — это как раз, когда у нас начинаются дожди в земле Израиля. Дожди начинаются после осени. И вот как раз мы начинаем просить дождь в начале Мархешвана в земле Израиля. И, соответственно, по-моему, поэтому назывался этот месяц «буль». Хотя есть другие объяснения, но вот мне кажется, это мой хидош, что «буль» — это тоже ономатопия. И, если вам нравится это видео, пожалуйста, жмите лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!